10 апреля в здании Видновской детской поликлиники состоялось заседание ежегодной медицинской коллегии Ленинского района. Из нашего следующего репортажа вы узнаете, какими темпами шло развитие сферы здравоохранения в районе в прошлом году, а также, что еще необходимо сделать в дальнейшем для поднятия медицинского обслуживания на новый уровень. Медицинская коллегия – традиционное ежегодное мероприятие, которое включает в себя подведение итогов работы и перспективы развития на будущее. Перед началом мероприятия глава Ленинского района Сергей Кошман ознакомился с нововведением Видновской детской поликлиники, аппаратом электронной записи к врачам, посетил отделение восстановительного лечения. Деловое совещание с сотрудниками вела заместитель главы, курирующая сектор здравоохранения Надежда Демкина. Сергей Кошман открыл апрельскую коллегию. Здравоохранение для нас принципиальное, приоритетное и необходимое важное отрасль. Чтобы те успехи, те трудности, которые мы есть, разрешались. Начальник управления здравоохранения Ленинского района, подводя итоги, подчеркнул, показатели рождаемости и смертности остались практически на уровне 2012 года. Отмечено увеличение заболеваемости по ряду социально значимых заболеваний – органов дыхания, крови, костно-мышечного аппарата. Основным направлением деятельности остается профилактика, главным рычагом и механизмом реализации которой является диспансеризация. Диспансеризация направлена не только на раннюю диагностику заболеваний, но и на выявление и коррекцию факторов риска развития этих заболеваний. Второе. Применен дифференциальный полувозрастной подход. Третье. Тоже очень важно. Это то, что сформирован конкретный финансовый поток по обязательному медицинскому страхованию для диспансеризации. Проблемы, с которыми пришлось столкнуться в период проведения диспансеризации – это низкая активность населения, кадровая неукомплектованность, миграционные потоки внутри района. Диспансеризация показала реальную картину состояния здоровья населения. Выявлено очень много различных заболеваний. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, это онкологические заболевания, заболевания, связанные с нарушением липидного обмена, жирового обмена, избыточной массой тела, сахарный диабет. По итогам работы за прошлый год глава района наградил лучших медицинских работников, а также поблагодарил членов медицинской коллегии за добросовестный труд, самоотдачу и высокое служение врачебному долгу.